Здравствуйте! В эфире программа «Кто кого?» и с вами Белый Дубровский. Эхо войны, 44 дня противоборства, вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе с сентября по ноябрь 2020 года впервые за долгие 16 лет вновь заставил людей ненавидеть, стрелять друг друга, убивать и калечить война между закадычными соседями, а заодно врагами показала, что битва за землю, национальные интересы, религиозные различия, гордость и достоинство народа все еще актуальны в нашем современном мире, новых технологий, сайбера и хай-тека. Мы думали, что войны проходят сегодня лишь в интернете, но эта война показала всему миру, что неоконченный конфликт между странами и тем более борьба за землю влечет за собой всегда не только разногласия, и споры, но и жестокую войну. Одно объединило народы Азербайджана и Армении, обе они назвали эту войну отечественной, но у каждой страны свое отечество, свой патриотизм и свое достояние. Каковы истоки конфликта, почему он не заканчивается и сегодня, когда на границе продолжают стрелять и убивать? Какова роль США, России и даже Израиля в этом первом за многие годы военном конфликте в мире двух гордых народов, Азербайджан и Армения. Стороны Баку представляет историк и раввин Михаил Финкель, а Ереван историк Эдуард Армаганян. Эдуард, Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с вас. Как видит это по-вашему Азербайджан сегодня этот конфликт? Я так понимаю, что Азербайджан долгие годы мечтал, надеялся и хотел вернуть свои земли. Он этого добился? Есть международное право. С точки зрения международного права, Нагорный Карабах, это Азербайджан. Признана ООН, признана всем мировым сообществом. Армянская сторона в одностороннем порядке отчуждила от Азербайджана и оккупировала эти территории. Де Юре это был грабеж и бандитизм чужой земли. Сейчас территориальная собственность практически восстановлена, подчеркну, не до конца. Израиль всегда поддерживал Азербайджан с первого дня и приветствовал восстановление территориальной целостности этой близкой нам, родной страны, территории бывшего хазарского каганата, бывшего иудейского царства. Подчеркну, хазары в свое время спасли евреев в 8-м, 9-м, 10-м веке от погромов в Византии, от дискриминации в арабском халифате. Сегодня Азербайджан наш стратегический союзник в регионе и я приветствую победу азербайджанского народа. И я так понимаю, что вы говорите, что и хазары это частью названия Азербайджана. Хазар, конечно. А Касмическое море называется Хазарским морем. То, что говорит Михаил, он говорит, справедливость восторствовала Азербайджан, вернул свои земли, война окончена, в ней победил Азербайджан и Израиль поддержал и правильно сделал. Израиль поддержал? Так говорит Михаил. Как вы видите, как историк, истоки этого конфликта? Знаете, когда я прокручивал, думал, с чего мне начать, прежде всего хочу поприветствовать тех, кто сейчас нас слышит, дорогие родственники, друзья, коллеги, братья и сестры. Все мы так или иначе братья и сестры. И поэтому, когда в последующих комментариях вы будете делать оценки, пожалуйста, примите во внимание, что бы здесь ни было сказано, господин Финкель не представляет государство Израиль, он представляет лично себя и свое мнение, он не представляет евреев, что бы здесь было сказано. Я лично знаю очень много евреев, огромное количество, не обязательно моих родственников и друзей, или коллег, которые придерживаются прямо противоположного мнения, начиная от низов до кнесситов и так далее. Эдуард, это как вступление. Нет, сейчас я еще не закончу вступление. Поэтому при последующих комментариях, пожалуйста, учитывайте это. То есть это не значит, что государство Израиль никогда прямолинейных заявлений по этому поводу не делало. Продажи оружия, это разные вещи. То, что есть бакинское лобби, ну понятно, есть бакинская группа, в общем, нефть и черную икру никто не отменял, это понятно. В общем, причем это достаточно узкая группа людей, но она очень активна по понятным причинам. Все, вы сделали вступление, теперь давайте по сути дела, наша программа, я задаю вопросы здесь, если можно. Поэтому первый вопрос, как вы видите истоки этого конфликта, с чего они начинаются, вы историк, и вы знаете историю лучше всего. Ну, по поводу, прежде всего, Хазарского гаганата. Очень громкое заявление, я вам как историк говорю, Хазарский гаганат не был иудейским царством, это миф. То, что верхушка Хазарского гаганата приняла иудаизм, я могу лекцию прочитать на эту тему, при каком хане, при каких обстоятельствах, когда. Да, вы знаете, это не иудейское царство. Там, например, было нечто вроде Верховного суда, два мусульманина, два христианина, два иудея, один язычник. Каждый мог обратиться по самому. Это влияние корпорации, купцов-родонитов, действительно, тут деньги тоже сыграли в своем районе, которые имеют общественные связи, международные связи хорошие имели. И под их влиянием, действительно, была проведена, кстати, вы знаете, слышали историю о том, что князь Владимир, знаменитая конкуренция, как древняя Русь принимала. Это была калька с преданием, которое было более ранним у Хазаров, действительно. Понятно, очень сложно нам анализировать историю других земель, давайте поговорить о земле Нагорного Карабаха, с чего все началось, конфликт между армянами и Азерами, именно там. Скажем так, на протяжении веков, как минимум со 2 века до нашей эры, с начала 2 века до нашей эры, это то, что можно прочитать в любом открытом источнике, это то, что не написали армянские историки, я хочу сказать. И вплоть до начала 5 века нашей эры, эта территория была частью, так называемой, Великой Армении. Что значит Великая Армения? Кстати, когда госпожа Фарита Мамедова, я ей желаю здоровья, в любом случае, главный специалист по албанизации армянского наследия, я слушал ее лекции, задавал вопросы. Она, дай бог, в любом случае, дай бог ей здоровья, правда, ее называли там армянской шмелкой в какой-то момент, когда она написала историю Албании. И многим в руководстве не понравилось, что она использовала термин Великой Армении. Великой Армении, как историческое, так и географическое понятие, Мэтгай, то есть Большая Армения, которая включала в себя огромные территории, практически вся восточная территория. Уж точно включала Арцахты. Да, это реальность. То есть, была группа кавказских племен, которые стали называться албанцами, говорившие на наречии кавказьевском, есть такое понятие, кавказцам наречии. И они занимали часть течения Куры и Аракса. Чаще всего это было севернее Куры. Я надеюсь, карту себе представляет. Так вот, когда Армения, формируясь как большое огромное национальное государство, она включает в себя, разумеется, территорию. Это процесс становления, формирования народу. Это естественный процесс. Но она включает в себя территорию, и эта территория была арменизирована. Это стало частью национальной на протяжении веков. После того, как Армения ослабилась, зажатой с одной стороны Персидской империи, с другой стороны Римом, тогда уже Бизантийской империи, она оказалась разделенной. Центральная и Восточная Армения оказались под властью Ирана, западные под властью тогда уже Бизантийской империи. Это начало V века. До 428 года существовала еще царская династия Аршакидов. Существовала армянская. После смерти последнего царя Персы запретили избирать, как сказано было, царство досталось на Хараром Армении. То есть с широкой внутренней автономией, со своим национальным языком, со своим национальной церковью и так далее. Она контролирует эти территории. Понятно. То есть то, что говорит Эдуард как историк, он говорит сотни лет, это была Великая Армения, другая Армения, армяне находились там. Как и евреи, на самом деле, которые вернулись на свою землю 2000 лет спустя. Вот так говорит нам историк. Ну, во-первых, я хочу проявить ложь этого господина. Первое. Государство Израиль устами посла Дика, посла Израиля в Азербайджане, поздравило Азербайджан с победой. Наш посол посещал освобожденные территории, включая город Шуша, и поздравил от имени правительства Израиля Азербайджан братский с победой. Второе. Каждый день во время войны груженные самым новейшим оружием самолеты из Тель-Авива летели в Баку и поддерживали наш братский народ. Вот. Что, как ни дела, подтверждают позицию. А все, что вы говорите, пропаганда. Третье. Наш Кнессет, в котором у вас есть знакомый, не признает так называемый геноцид армянского народа и не признает его. В-четвертых. Вот все, что я сказал, это правда. А все, что вы говорите, это ложь. Далее. По истории. Границы танцуют туда и сюда. Нельзя апеллировать к прошлому. Израиль является исключением. Когда мы говорим о территориях Иудеи и Самарии, мы апеллируем к Библии и к вечному завету Бога, который сказал, что эта земля будет навечно вашей. Все остальные земли не навечно тем, кто там живет. Границы меняются, народы меняются, этносы меняются, религии меняются. Далее. Есть большой спор между учеными. Являются ли современные армяне потомками Урарту и потомками той древней Армении? Это тоже вопрос очень спорный и неоднозначный. Это вы калькул по поводу еврейской самоидентификации? Нет, это я говорю об армянской самоидентификации. Нет, ну потому что... И о подпольных цехах, в которых клепают подпольные якобы псевдо-древности в Карабахе, которые были найдены. Вы понимаете, это тоже ведь найдено. Журналисты все это показывали. Поэтому это все смешно. Но то, что в Азербайджане пока журналисты, мы понимаем. Все это естественно, разумеется. И по поводу вот этой кальки древней еврейской. Сколько было в самой еврейской, дорогие, среди самих еврейских ученых и раввинов. Евреи это народ или евреи это религиозная группа? Когда даже в энциклопедиях так поставили. Да, действительно, это народ. Но не все так однозначно. По поводу заявления вот этой этносы, движения. Слушай, пафосные громкие заявления, которые не имеют под собой реальные содержания. Дана Богом. То есть Израиль в этом случае исключение? Да. Единственное. Считаете ли вы? Это Библия. И вы как христианин должны в это верить. У вас в Библии это написано. Отвергайте это. Отвергайте тогда и Христа, и Церковь. Что это? Что Господь дал землю обетованную израильскому народу на вечное владение. Разумеется. А вот Армению, даже если признать ваш аргумент, вечное владение он вам не дал. Друзья, Эдуард. А что по этому поводу был разговор, хотя Армению упоминается в Библии как Араратск? Армения в Библии не упоминается. Горах не упоминается. Горах не упоминается. Ни разу, ни разу не упоминается Оррадское царство. Нет, только Арарат. Только Арарат, гора Пренолия. Господи, на вас черная экиппа. Вы Библию не знаете? Араратское царство? Прогие Иеремия кому обращается? Какое царство сейчас? Что? Какое царство? Какая книга? Какая глава? Какой стих? Вы не знаете? Вы мне скажите, вы знаете. Я точно до конца не помню стих. Вы не знаете, что Араратское царство упоминается? У нас нет возможности сейчас проверить Библию. Какая связь с Арменией сегодняшняя? Вы приписываете себе древние названия. Вы постоянно краплёными играете. Что за примитив? Остановились. Друзья, веду дискуссию я. Я предлагаю... Одна надпись, извините, но сейчас вы такую чушь услышали, понимаете? То, что клепают азербайджанские журналисты в Азербайджане. Я понимаю, когда поется с чужого голоса и откуда всё идёт. Но обратитесь к международной общественности, к учёным. От того, что ООН не признавала до конца... В самой Армении была проблема признания Карабаха. Это примерно то же самое, как в Израиле. Вы здесь у нас не договоритесь. Я вам точно... Да я не предлагаю договориться с кем-то. Это убедить друг друга в той или иной правде, и тем более исторически это очень сложно. Потому что хорошо поставленным голосом говорить слово. Давайте будем задавать вопрос дальше. Это, знаете, отскакивает прямо противоположность. Насколько... Успокаиваемся. Насколько религия здесь тоже играет роль? Потому что Армения христианская страна, Азербайджан мусульманский. Мы слышали, что это... Азербайджан мультикультурная, мультирелигиозная страна, существующая армянской церквью в Баку, которую я видел. И никто не трогает. То есть нельзя называть мусульманом. А вот моноэтническое... Нет. Это светское государство. Абсолютно светская республика. В которой живут христиане, католики, православные, иудеи, ашкеназы и сефарды, мусульмане-шииты, мусульмане-суниты. И даже... Но светское мусульманское все-таки. Нет. Абсолютно светское. С разными гражданами, где большинством являются сегодня мусульмане-шииты. Почему я-то задаю вопрос? Потому что, как вы знаете, вы это уже точно знаете, что эта война в социальных сетях, в комментариях людей отображается именно так. Кто защищает христианство... Армяне рисовали себя крестой, кто защищает христианство, должен быть на территории Армении. Я имею в виду не армян, а Азербайджан, которые знают и чувствуют изнутри конфликт. А именно весь цивилизованный мир. Это война христианства и ислама? Или христианство, или не христианство? Вы мне скажите. Дело в том, что... Играть достаточно серьезную роль. По поводу мультикультурности, ну, опять-таки, петь чужого голоса можно. Вы видели церковь, то, что поджигали, то, что она закрытая стоит. А то, что мечети превращали в свинарники в Карабахе! Вы об этом не хотите сказать нам? Я не понял. Вы что, пытаетесь поднять и своим голосом перекричать? Не надо кричать. Какие свинарники? Правда? Пусть любой ведет в Ютьюбе свинарники и мечети в Карабахе. Разумеется, в Ютьюбе можно многое найти. И о том, как убивали, как изгоняли, во что превращали... Вы стали изгонять азербайджанцев в 87-м году. С этого все началось. В 87-м год. Потом вы, значит, дальше изгонялись. Откуда вы знаете, молодой человек, вы там не родились, вы там не выросли, вы не пропустили это через себя. Что вы несете, а? Откуда вы знаете? Я там родился, я это вырос. И поэтому вы субъективны. А историю, чтобы знать, ее надо изучать, а не родиться где-то. Все, идем дальше, друзья. Спасибо. Это нужно изучать. Прежде всего, изучать. И когда я слушаю лекции тех, о которых вы даже представления не слышите, не имеете представления. Я имею представление, о чем мне. Это видно по вашему рассуждению. Об этом очень сложно. Это большая ошибка. Эдуард, Михаил, останавливаемся. Серьезно относиться к противнику. Друзья, продолжаем. Друзья, продолжаем. У нас есть хорошая дискуссия. Не будем выходить за рамки приличного разговора. У нас есть возможность говорить прилично. Давайте поговорим о войне, которая завершилась. Армения проиграла. И за счет чего? Ну, за счет чего? Во-первых, проиграла Армения. Ну что, генштабом? Она признается, что она проиграла. Вы понимаете, вот сейчас, после всего того, что слышал, после всего этого псевдоложного пафоса, указательных пальцев и так далее, только хочется сказать, вспомнить в вечную латынь. Estimanius paupertatis. Свидетельство о бедности, о духовной бедности. Вот когда пытаются этим ложным пафосом перекрыть реалии исторические, то, что есть на самом деле. Обратим внимание, руководит армией турецкий генштаб по заоблачанию. Спецоперации выполняет турецкие спецподразделения. Пушечным мясом не является то, что сфалатлисовали со всего Ближнего Востока вот эти исламистские группировки. Кстати, ложь у своих патронов, поинтересуйтесь, когда тот мизерный смехотворный процент потерь давали, их учитывали или нет? Почему тогда, если вы говорите, что Турция помогала, содействовала, и Израиль принимал в этом участие? Так или иначе, ведь все время Армения же говорит сегодня, что мы не успели так хорошо подготовиться, мы не закупались, мы не предполагали, ведь эту победу сделали беспилотники, я так понимаю. Израильские ракеты, израильские беспилотники, израильская разведывательная информация, безусловно. Как тогда, кто стал союзником, кто был союзником Армении, если не Россия, которая тоже не принимает активное участие, и сейчас находится на границе, чтобы обеспечить безопасность. Услышали. Кто союзник Азербайджа, Армении? По поводу израильских ракет и так далее, разумеется, они там были. Но, еще раз говорю, вам хотят навязать, противопоставить Израиль и Армению, Израиль, евреев и армян. Ни в коем случае не поддавайтесь на эти провокации. И весь этот ложный пафос, который вы слышите, он ведет к этому, с указательными пальцами и так далее. Так что, пожалуйста, если кто нас слышит, будьте к этому готовы. Дело в том, что Армения оказалась заложницей. Находясь в заложнице чего? По ситуации, политической, исторической ситуации, находясь, по сути, в блокаде, она неизбежно зависит от России. В экономическом плане, в военном плане. Азербайджан тоже? Нет. В том-то и дело, что со временем, когда изменения социально-политической, экономической возможности России, стратегии, политические, что бы ни говорили на этих каналах, но Израиль все больше и больше дрейфует вполне естественно. Здесь элемент эридентизма. Есть такое понятие, объединение, стремление близких народов. Когда Эрдоган говорит, что мы одна нация, два государства, он вполне в этом объективен. Потому что здесь... Многие в Армении сегодня говорят, если бы нас не остановила Россия, которая сама решила, как будет потом разделяться территории и земли, то Армения бы продолжила военный конфликт и победила. Дело в том, что в массе своей армянская армия, полновесно, она не принимала участие. Этому есть ряд причин. Почему? Дело в том, что... То есть вы тоже считаете, что это не был конфликт Армении и Азербайджан, это был локальный конфликт на территории Арцаха или Нагорного Арабаха. Понятно, что Армения поддерживает, естественно. Но полномасштабно армянская армия не могла принимать участие. Там были балерины вместо армянских солдат. Там были армяне, и не только из Армении. Но там не было... Почему тогда полноценно Армения не пошла на войну? Почему? Я вам объясню. Дело в том, что получают, что Армения ввезет с Азербайджаном. Ведь Карабах так оказался, и в самой Армении была проблема признания. В этом есть ошибка, не добились. Но это примерно то же самое, что с территориями Иудеи и Самарии. Ведь вечная проблема, вечная дискуссия. Признавать все или не признавать. В конце концов признали Голланы и район Восточного Иерусалима. С Мадеином и так далее. Ну, Мадеин даже недавно был. Примерно то же самое с Арцахом. Как признавать? Если признавать, значит, это отдельное государство, потом объединяться. Либо это естественные территории армянские, национальные исторические и культурные территории, которые естественные являются частью Армении. Секундочку. И поэтому полномасштабно Армения принимала участие. Разумеется, были подразделения. Разумеется, нехорошо. Более того, необходимо было... Вы согласны с мнением, что если бы Россия не прекратила конфликт, Армения бы продолжила, и как по разным источникам Армении сегодня, победила бы, может быть, в этой войне, остановила Россию, прекратилась. Россия и Перея. Большие жертвы с обеих сторон. И дело в том, что непонятна была позиция Турции. Дело в том, что разное мнение. И сказать, как бы сложилась ситуация, почему... Не возможно. Второе, то, что я еще не успел сказать, почему не принимала участие. Не забывайте, что в тылу Нахичевань, и там стоят турецкие подразделения. Не случайно, во время московских договоров, когда заключали, 20-21 год, несчастные 10, около 11 километров границы с Турцией у Нахичевани оставили для таких... То, что говорит Эдуард Михайлович, то, что победила, в конце концов, не Азербайджан, а союзники. Турция, возможно, Израиль, Россия. Израиль, конечно, не Азербайджан, скажем, как страна. Россия, дело в том, что... Но вы говорите, Турция победила. Принижать оппонента, это очень слабо. Но Армения, что это за страна? Давайте скажем, это там, где герой Геригин Нэшде, фашист. Вот в очередной... Шоумян, который убил 5000 горских евреев и азербайджанцев в 18-м году. Дальше, генерал Дро, командующий армянским легионом вермахта в Крыму, подчинявшийся Эриху фон Манштейну, виновный в Холокосте. Официальный герой Армении. Им ставят памятники. 26 памятников Геригин Нэшде, собаки, которые в Абвере были. Далее, памятники генералу Дро. Памятники всем остальным. Что это такое? То есть вы обвиняете Армении в антисемитизме вообще? Антисемитизм и неонацизм. Далее, сегодня, когда они обстреливают азербайджанские войска, нарушая ноябрьские соглашения о мирном договоре, как кто они себя ведут? Как Хамас, как исламский джихад, как террористы. Люди, которые собственная подпись не уважают. Вот что это такое? Вот историки, кстати говоря, которые жили на территории Азербайджана, всегда говорят, что у нас был мир и покой, навсегда хорошо было с евреями. Никогда не было признаков антисемитизма. И богатая история евреев Азербайджана, она и сегодня богатая. В Армении евреев про крайне мало было. И, по-моему, сегодня почти нет. Никого почти нет. Вот это один из тех случаев. Заблуждение? Прямо противоположно. Нет, это заблуждение. То, что сейчас вот эту всю мешанину глупости, наглости и откровенно ложим мы услышали, но это уже другой вопрос. Когда-то, в период существования древнееврейских царств, армянские цари, знаменитый Тигран Второй, огромное количество евреев было поселить на территории Армении. Это были ремесленники, это были купцы. То есть, вполне объяснимо с точки зрения классической истории. Когда государство расширяется, нужно население, которое подчинялось непосредственно царской власти. И те, которые могут принести хороший доход в смысле налогов. Поэтому армяне селились. Знаете, нет, наверное, армянина, который бы с детства не познавал историю. И, кстати, в Азербайджане практически не было исторических романов, за исключением одного несчастного Мечи Крома. Случайно ли это? На базе чего? Что писать? Не было исторических романов. Может, сейчас на штамповали? А Армения очень богата. И с детства, читая все это, я знал, какое о добром отношении. Прочитайте роман Санвелл о событиях 4 века. Рафи знаменит, его называли Вальтером Скоттом еврейским. Простите, армянским Вальтером Скоттом. И он описывает пафосное выступление еврея, которого угоняют вместе с армянами в персидское пленение. И там целый, еврей Эзра, по-моему, называет, целая глава этого посвящена. Так вот, Армения одна из тех редких стран, где евреи, сумели, попав в достаточно приличные условия, они ассимилировали. Понятно. Приняли христианство и пропали. Со временем, да. Нет, были те, которых переселяли, те же, например, иранцы, персы переселяли. То есть, их просто со временем было не очень много, и они ассимилировались, стали частью Армении. Они просто оттуда убежали за антисемитизмом. Если мы возьмем историю Византийской империи, вторыми и третьими лицами Византии были армяне. И где есть... Погромы, погромы, погромы и роль церкви. Наипервейшая здесь антисемитизм общихристианский, далее уже антисемитизм идет уже армянской церкви. Евреи считаются врагами христовыми. Евреи считаются врагами всего этого церкви. Вы приведите примеры, пожалуйста, на основании документов. Документов? Надо тут проповеди смотреть, дорогой мой, когда мы говорим о церкви, а не о документах. Вы говорите в целом о церкви или говорите об отношении народа? Я говорю в целом об отношении антисемитизма. Поэтому все это очень похоже на словоблудие, понимаете? Я вас не оскорблял ни разу. А вы опускаетесь очень низко. А в чем? А вы оскорбляете меня? В чем? Прекращаем, прекращаем. Потому что если мы... Вы столько раз говорите об откровенной лжи на пустом месте. Это ваше мнение. Вы изначально... Друзья, вы изначально сюда пришли, понимая и принимая сторону друг друга, которая будет противоположна. Тем более конфликт, тем более война. Какова роль международного сообщества в истории конфликта Азербайджана-Армении? У меня такое чувство было, что миру как-то все равно, на самом деле, что происходило. Во время войны... Ну, Израиль продавал оружие, но не вмешивался. Турция, понятно, свои интересы. США, у них была перемена власти. Трамп отдавал власть Байдену в те времена. Но, в принципе, и Европа не хочет вмешиваться. Вот так вот. Франция, где огромное армянское лобби, все тело поддерживало Армению. И не только Франция. И не только Франция, но и другие страны тоже. Те же страны... Морально. Морально поддерживали? Морально, конечно, морально. Абсолютно. Больше болтовнями не способны ни на что. В Америке республиканцы были все тело за Азербайджан. Демократы традиционно с армянским лобби были за Армению. Действительно были выборы. Все было разделено. Но есть международное право. Сухой закон. То есть четыре угла документа. Согласно международному праву, Карабах считается однозначно территорией Азербайджана. Но сегодня, кстати, каковы итоги войны? Насколько действительно Армения принимает их? Потому что сегодня мы знаем, возобновились. Перестрелки на границе снова стреляют. Это может снова произойти. В нарушении подписанных Армении переговоров с припосречностью. Армения не сможет смириться. Уважаемые слушатели, вот то, что вы сейчас услышали. Скажите, пожалуйста, то государство, которое на данный момент явно слабеет, ему нужно удержаться, ему нужно пережить, ему нужно вновь подготовиться к будущему. Оно будет устраивать провокации? Ему нужно гладить и тишина ему нужна. Значит, Армения приняла резолюцию послевоенную. Но она вынуждена пока или приняла, и все. В Азербайджане. Которые видят, что артиллерийские, минометные и автоматные обстрелы со стороны Армении. Далее, это государство есть такое маленькое. Там стоит в Гюмри, российская военная база. Там стоят российские миротворцы. И идет речь в данный момент об открытии второй военной российской базы в Армении. Идут переговоры. Мы поняли, что Армения привыкает к ситуации, вы так бы сказали. Привыкается, свыкается, мирится с ней. Но она принимает резолюцию и не будет делать никаких действий, я предполагаю. Кроме разговоров, по отношению... Я понимаю. Мне просто интересно, что Азербайджан по этому поводу считает. Насколько Азербайджан принял опять же резолюцию о прекращении войны. Получил большую территорию Нагорного Карабаха. Азербайджан предложил Тушиняну. Предложил, давайте всесторонний мирный договор подпишем. Не временное перемирие, как в ноябре 2000 года по окончанию. На этих условиях, на сегодняшний. Да, признаем границы друг друга. И будет мир. И мы вам дадим бизнес. И мы вам дадим инвестиции. И ваш нищий народ поднимется. Это будет выгодно. Но реваншизм, как в Веймарской Германии, очень сильен. Пашинян народ был недоволен. Были большие демонстрации, митинги. Он боялся, переживал. Но остался у власти. Почему? Почему, во-первых, народ переживал. Почти же переворот произошел в Ереване сразу же после войны. Его обвиняли во всем грехах. Нет, да, были эксцессы. Дело в том, что все-таки он представляет демократическое крыло новой Армении. Поэтому большинство проголосовало за него. Народ устал от, в общем-то, тех группировок, которые связаны, ну, какая-то существенная часть народа, которые напрямую связаны с Россией, бизнесом. И политически они обязаны идти в струе этой. А это не способ. Михаил говорит, что Азербайджан говорит, друзья, давайте за стол переговоров заключать уже мир. Вам же Михаил не рассказал, какие там столько деталей. Знаете, как обычно говорят, написано шапка одна, а потом очень много мелкого такого. Дело в том, что почему армяне старались так держались, не соглашались, например, на компромиссы, может быть, вернуть часть районов и так далее. Они понимали, что это буфер. Они понимали, что Азербайджан, ну, Азербайджан в данном случае сателлит Турции, что они на этом не остановятся. Им нужен Зангизотский коридор. Что такое Зангизотский коридор? Это примерно, вот здесь как раз ассоциация, как давила Германия на Польшу. В свое время, что Дангизотский коридор был такой, да, в Восточном Брусе давил. И что такое Зангизотский коридор? Это несчастные, меньше 40 километров территории Сюник. Понятно, то есть условия, которые предлагает, скажем так, Азербайджан, не устраивают изначально даже... Почему? Потому что они требуют под контроль всю железную дорогу самостоятельно. Вы представляете, что тогда будет? Понятно. Но мы никогда не сможем зайти в маленькие нюансы договоров и так далее. Ну, потому что я вам о них говорю. Они прекрасно понимают, что это... Речь идет уже просто о выживании, сохранении... Все-таки Израиль не прекратил поставлять оружие Азербайджану и другим странам. Он, может быть, активно не вмешивался. Официальная позиция Израиля была нейтральная. Армению он предложил гуманитарную помощь. Гуманитарная помощь отказалась. Армения принимать ее обиделась. Как же коричневый человек согласится. Обиделась. Вот как вы, живя в Израиле, вы считаете, что государство Израиль действительно приняло так или иначе сторону Азербайджана в этой истории? Почему это... Или это просто неправда? Ни в коем случае. Зачем бакинской коммуне во главе шумянам при ограниченном количестве войск, которые от турков защищаются, где-то устраивать какие-то провокации? А вот нападение в районе Шамхора на отступающие российские эшелоны солдатами, и потом это коснулось евреев со стороны националистов Мусавата. Это было, это реально. И еще по поводу... Ну, разумеется, все это все. И еще по поводу антисемитизма армянского. И какая, оказывается, у нас прекрасная жизнь была в Баку. Разумеется, на бытовом уровне не было. Но помимо общих деклараций церковных мы ничего не услышали. А вот события после Марморы, помните все? Там и до крови дошло в Баку. Да, власти это пресекли, но там нашлись ультрарадикальные группировки, которые устроили погром, и пролилась кровь. 2018 год. Американский исследовательский институт Пью назвал Армению самой антисемитской страной. По опросам. Можно ввести в гугле и посмотреть. Евреев нету. 50 человек, полармян, полуевреев в синагоге Ай-Еревана. А антисемитизм жуткий. Вот то, что есть. Теперь дальше. Что двигало шумянам? Идеология Дашнак Цутюн. Идеология национализма. Презрение расового. Шумянам Дашнак? Нет. Он был коммунист. Но в крови его был национализм. В какой слове? Изначальность? Откуда? И многие Дашнаки потом переменялись и надевали другие шапки. Правильно, социал-демократическая партия была. Так что у меня был в начале? Вы соглашаетесь. Вы во многом со мной согласились. Ну, что делать? Когда вместо того, с кем бы ты хотел сказать многие вредные слова, сидит умник с благообразным кремовым выражением лица, традиционный умник еврей. Ну, другого выставить, я понимаю, в Азербайджане, то есть, простите, в Израиле невозможно. Ну, поэтому говорим то, что есть. И если что-то показалось достаточно таким, не слишком мягким, я прошу за это прощения. Я думаю, что дискуссия была жаркая, так как, к сожалению, конфликт продолжается сегодня на границе с Арменией и Азербайджаном. Именно поэтому мы сегодня, нам сложно сегодня говорить о какой-то дискуссии более академической, более интеллектуальной. Но мы старались это сделать, и с помощью вас мы это сделали. Нам удалось поговорить о очень наболевшей теме, которая волнует регион, да и весь мир, на самом деле, сегодня, Азербайджан и Армения. Эдуард Армаганян и Михаил Цинкель, спасибо большое вам, что приехали к нам. Да, пожалуйста. Спасибо. Это была программа «Кто кого?», с вами Белодубровский. Пишите ваши комментарии, а мы увидимся уже в следующий раз. Редактор субтитров А.Семкин